Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. Многие задаются вопросами, в чем разница между классической и акустической гитарой и какой из этих инструментов лучше выбрать для начала обучения. В нашем сегодняшнем видео мы постараемся разобраться в сходствах и отличиях этих видов гитар и покажем вам разницу в звучании. Готовы? Поехали! Оба вида гитар являются акустическими, то есть для игры на них не требуется подключение к звукоусиливающей аппаратуре. Однако под словосочетанием «акустическая гитара» принято понимать инструмент, получивший распространение в Америке в 20-х годах прошлого века. Такая гитара в первую очередь предназначена для исполнения эстрадной музыки, а классика как раз-таки используется в академическом искусстве. У этих инструментов есть несколько принципиальных отличий. Размер и форма корпуса, ширина грифа, тип установленных струн, ну и, конечно же, звучание. Корпус классической гитары имеет форму восьмерки, и в целом этот инструмент меньше основных видов акустических гитар. Все классики имеют строгое деление по размерам от 1 восьмой до 4 четвертей, и подбирается размер под рост и длину рук музыканта. Акустические гитары по размеру не делятся, а отличаются друг от друга формой корпуса. К самым основным формам корпуса можно отнести дредноут, аудиториум и фолк. Чем меньше корпус инструмента, тем тише звучит гитара, и тем меньше в ее тембре низких частот. Ширина грифа у стандартных классических гитар размером 4 четверти составляет 52 миллиметра, у большинства акустических гитар она составляет 43 миллиметра. Встречаются, однако, классики с грифом поуже, но зачастую это либо гитары с подключением, либо очень специфические инструменты. Акустические гитары, в свою очередь, тоже бывают с грифом пошире, вплоть до 47 миллиметров, но в данном случае это дело привычки. Самое главное различие между классикой и акустикой — это тип установленных струн. На классические гитары ставят исключительно нейлоновые струны, и ввиду конструктивных особенностей на них ни в коем случае, друзья, нельзя ставить металл. Натяжение у металлических струн существенно сильнее, чем у нейлоновых, а их установка может привести к самым печальным последствиям, вплоть до вырванного бриджа. Никогда не делается так, друзья. На акустические гитары ставят только металлические струны, а конструкция их бриджа и длина мензуры не предусматривает установку нейлона. Все перечисленные различия сказываются, конечно же, и на звучании инструментов. Классики с небольшим корпусом и нейлоновыми струнами обладают мягким, теплым тембром, который отлично подходит для исполнения классических произведений, музыки фламенко, например, романцев и так далее. Акустическая же гитара с металлическими струнами звучит гораздо громче, ярче и звонче. Предназначена она в первую очередь для исполнения современной музыки и песен под гитару. Но в целом акустическая гитара гораздо более универсальна, на ней также играют джаз, блюз, рок и многие другие жанры. Давайте сейчас сравним звучание этих инструментов. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Итак, друзья, какие же выводы можно сделать? Если вы выбираете себе гитару, то прежде всего вам нужно ответить на вопрос, какую музыку вы собираетесь на ней играть? Если это классическая музыка, различные романцы, либо музыка фламенко, то вам идеально подойдет классическая гитара с нейлоновыми струнами. Если же это эстрадная музыка, рок, блюз, джаз, другие популярные направления, либо вы собираетесь аккомпанировать себе или кому-либо еще под пение, то тогда вам идеально подойдет акустическая гитара с металлическими струнами. Тем не менее, друзья, какой бы тип гитары вы не выбрали, классическую или акустическую, подобрать самый лучший вариант вам всегда помогут в магазине Music Market. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем обзоре. До скорой встречи. Пока!